Скажи... У меня дикция плохая, дикция. А? Дикция у меня плохая. Ну главное говорить громко. Они должны говорить. То есть им сразу микрофон. Хорошо. Вы вообще не хотите, да? У меня дикция плохая. Давайте, все. Поехали. Скажите, почему цены в России растут? Санкции. Санкции. Почему цены? Хороший вопрос. Потому что у нас кризис. Потому что плохо, что закрыли, допустим, импорт из Испании. Я только что приехала из Испании. Там есть масса фермеров, которые предлагают свежие продукты. И мне кажется, что наш господин президент, он должен открыть границы, для того, чтобы мы все это получали. И тем более, что там еще есть куча вещей, которые, ну, как бы дешевле, чем здесь. Потому что доллар растет. А доллар почему растет? Потому что на нефть цены падают. Нет? Инфляция. А причины какие этому? Причины инфляции? Ну, это вообще, инфляция это двигатель экономики. Она заставляет двигаться экономику вперед и развиваться. Потому что экономический склад у нас хреновый. Инфляция. Ну, я думаю, это связано со внешней политикой. То есть, виноваты политики. Виноваты правительства. Можно их политиками назвать, как хотите. Потому что коррупция в стране. Потому что экономикой управляют не те, кто должен управлять. Квалифицированные специалисты. Квалификации не хватает им, да? Профессионализма не хватает. Для управления страной. На другую работу их надо перевести? Я здесь не распределитель работы. К сожалению, это без нас решается. Мы не говорим, что будет такой соцопрос. Не знаю. Скажите, как вы считаете, почему цены в России растут? Ну, потому что так у нас действует... Ну, в совокупности проблем просто, которые навалились на нашу страну. А кто виноват? Вот можете назвать фамилию, страну? Нет, не могу. Почему? Я боюсь, потому что... Да у нас можно, это не первый канал. Ну, не важно. Ну, я понимаю, что вы там, наверное, блогеры какие-то, скорее всего. Или что-то типа этого. Но я все равно не буду этого говорить. Страшно, да? Да не то, что страшно. Просто, ну, чуть-чуть страшно, конечно, но... Непонятно, чем это закончится может. Конечно, непонятно, чем это может закончиться. Мне тоже непонятно. Кто виноват-то? Можете назвать фамилию, имя, страну? Я думаю, производители как-то слишком наглеют. Обама виноват, не? Производители? Российские производители, которые стали... Что они производят? Продукты. Мы же, ну, все... Какое у нас производство? У нас нет никакого производства в России. Почему? У нас сейчас активно развивается производство сельскохозяйства Ленинградской области. Лично знаю. Поэтому... То есть в росте цен они виноваты, да? Ну, я, если честно, не знаю. Возможно, потому что нету здоровья конкуренции, поэтому они решили, что могут так чуть-чуть завысить. Может быть, из-за курса еще, конечно же. Если это не про продукты говорить, а про... А вот курс, он из-за кого подскакивает? Давай ты тогда теперь. У вас какие-то слишком серьезные вопросы для вечерней прогулки. Нет, просто идея, ну, вот где конец этой цепочки? Кто виноват? Все понемногу виноваты. И мы тоже с вами, да, виноваты? Мы с вами виноваты. Надо больше... Не знает. Этого точно никто не знает. Как говорят, нехт продать за доллары. Нехт продать за доллару. Чтобы нашему государству было как-то более выгодно это все дело. Завысили, соответственно, эту маржу рублевую. То есть рубль просел. То есть тем самым мы как-то пытаемся экономику России держать на определенном балансе. Давайте не будем искать виноватых, да? Не за то, чтобы искать виноватых. Я за то, чтобы... Понимаете? Я за то, чтобы изменить ситуацию. И как бы... Давайте откроем экспорт и все. И импорт. Вот и все. А вы как считаете? Ну, я считаю, что в любом случае виноваты правительства. Потому что, ну, в любом случае мы выбирали правительство. Да. Я юрист. Ну, не знаю. Сложно сказать. Мы всегда так жили в России. С царских времен, собственно, все испортилось. Я за светскую власть. Нет такого. Просто так все сложилось. Не Америка, не? Нет. Многие говорят, что Обама виноват. Ну, конечно. Лично тут пришел и нефть понизил. Нет. Он не виноват, да? Нет. Почему вы все виноваты христили? Ну да, это глупо. Экономическая ситуация такая сложилась. Никто ничего не рассчитал. Все обломались. И вот. Если Китай перейдет на евро, нам будет хорошо. А правительство никак не ведет у нас ситуацию эту экономическую? Не рулит ей? Ну, так у всех проблемы. Они стараются как могут. Да, но ничего не получается. Увы, но мы видим только результат. Точнее, его отсутствие, да? Ну, можно так сказать. Люди в том числе. И сами люди в России. Мы виноваты, да? Россияни. Ну, если рассуждать, начинать логически, да? То почему у нас растут цены на бензин? Ну, в итоге-то да. Я тоже считаю, мы виноваты. Если вот так вот. Предприниматели завышают цены. И выборы тоже на мы. Мы ходим. Кого выбрали, да? То и получается. Соответственно, да. Следующий вопрос. Тут очень сложный вопрос, на который очень долго можно отвечать, логически рассуждать. И виноват их много. Политика я попахиваю. Ну, политика обязательно, да. И политические деятели в том числе. А кто виноват? Можете назвать фамилию, страну, имя? Люди. Народ, да? Все люди, потому что мы ленивые. Экономическая политика. А чего надо сделать-то, чтобы не лениться? Встать, куда пойти? Нам нужно у узбеков, таджиков и всех южных народов поучиться трудолюбию. Хорошо они работают, да? Не, я серьезно говорю. Они, в принципе, очень любят трудиться. А то, что они хорошо работают, я бы не очень сказал. А может, у них выбора просто нет, приходится? Да, да. У них все-таки цены другие, поэтому для них... Потому они к нам и едут. У них хуже экономическая ситуация. Надо в корне изменить для начала экономическую политику. Потом уже, естественно, будет больше гораздо возможностей для роста. Точек роста, темпов роста, темпов развития для повышения. Не знаю. Америка виновата. Америка? Да, я считаю, США. Обама, да, лично? Ну, и он тоже. А почему цены в России, Америка за океаном, как они виноваты? Политика во всем мире, как бы. Ну, я не знаю. Мне кажется, все-таки, если бы американцы бы не вмешивались в данную систему, то было бы нормально все. Нет, это естественный процесс рыночной экономики. Рост цен в два раза? Ну, не в два раза, нет. То, что сейчас произошло, это немножко другая история. Это проблема, наверное, ну, скажем... Жадности человеческие. Да, да, может быть. Ну, это реально кризис. Страна столкнулась с кризисом, а это другая история. У него нет виновников у этого кризиса? Ну, на кого можно пальцем показать, нет, к сожалению. Скажите, в чем истоки агрессии в российском обществе? Не знаю, не вижу никакой агрессии. У нас все хорошо. Все они позитивные, да, люди? Ну, по крайней мере, мы точно. Кругом друзья. Ну, я вот к подруге в Питер приехала, например. Недавно участвовала в забеге с бегунами. Там все круто. Ну, у меня тоже все в жизни прекрасно. Ну, наверное, каждый человек к себе притягивает то, о чем думает. И кто хочет видеть агрессию, тот ее видит. Но мы, если что, в мини-юбках по темным коридорам не ходим. Понял. У нас нет истоков агрессии. У нас все очень миролюбивые и очень культурные. Понимаете? Особенно Питер. Это культурная столица. Ну, хотелось бы кушать побольше, наверное. Побольше? Да. На огороде что-то взращивать еще. Тогда у нас зависит. Огороды? Давайте дадим огороды каждому россиянину. Петербург. Давайте откроем Испанию, чтобы она нам поставляла продукты вкусные. Не, ну, Испания, Испания, как бы, ну, в любом случае, я за... Я просто только что из Испании, поэтому мне сложно сказать. То есть, если есть агрессия в России, то это из-за нехватки еды? Да. Я очень все время есть. Вы так вопрос поставляете? Нет, еды хватает, еды хватает, денег хватает, но... Посмотрите, какая высота вот здесь, вот там. Вот это классно. Это здорово вообще, вот такой парк сделать. Это круто. Ну, кстати, сделан парк на деньги налогоплательщиков в Петербург, СЭФ, собственно. Следующий вопрос. Всераху хочется покушать. Да. Нет, кушать не... Ну, может быть... Недостатки общения. Наверное, уропатриотизм, наверное, вот эта тема и его, скажем, пропаганда, она вызывает, скажем, ну, вот разобщает два этих принципиальных разных лагеря. Либо ты вот, ты за нас и за наших, и там... очень сильно, да, либо ты такой, как бы, на крайней, там, другая стадия, это либерал, да. А те, кто посредине, это вот люди, которые мечтся и не могут понять, к какому лагерю себя отнести. И, наверное, вот эта история вызывает конфликт у этих двух, наверное. Не знаю, я вот считаю, что проблема агрессии – это недостаток общения, недостаток понимания между людьми. Когда люди, ну, смотрят телевизор, они общаются между собой, они начинают придумывать друг о друге какие-то истории, которые не соответствуют действительности. Это вот как та самая история знаменитая, да, что русские тоже любят своих детей. Когда никто не думает, да, все думают, что вот американцы, да, это вот какие-то люди, которые только вот и думают, чтобы, там, нас, там, нам причинить какой-то вред. Никто не думает, что они тоже, там, развивают науку, делают открытия какие-то, там, занимаются своими детьми, исследуют мир, там, произойдут прождение искусства. Когда мы друг о друге больше знаем, больше понимания, это минимизирует агрессию на самом деле. Может быть, российскому обществу чего-то не хватает? Общения не хватает. Нужно просто отойти от телевизоров и пойти разговаривать с людьми, познакомиться с соседями, пойти на фестивали, что-то сделать вместе. То есть все информационные технологии и нафиг новые, да? Безусловно. Ну, почему, например, объединяет людей, ну, создаёт какое-то безопасное пространство, где все могут высказаться, почему нет? Ну, у него тоже есть свои негласные правила. Если ты не умеешь общаться, ты их не понимаешь. В этом общении первично всегда, конечно. Воспитание, в первую очередь. Это как минимум воспитание, потому что то, что сейчас происходит, посмотрев на подрастающее поколение, ну... К сожалению, не хватает у нас ни воспитания, ни, не знаю, там, ни общительности у людей нету нигде. А как воспитываются массы? Вот по-вашему пример какой-то можете привести? Массы именно. Ну, массы воспитываются в том числе и нашим телевидением. Ну, родители, которым некогда, которые работают, которые оставляют детей, собственно, гулять самих по себе, и зачастую всё это приводит вот... Хромает у нас сейчас телевидение, да? Телевидение у нас давно хромает. Скажите, как вы считаете, в чём истоке агрессии в российском обществе? Не, я... Ну, из-за очагов, наверное, которые вспыхивают по всей стране постоянно. И никто на это не хочет обращать внимание. А что не хватает вот российским людям? Сплочённости, наверное. Всего, да, не хватает? Ну, не то, что всего, но сплочённости между друг другом. Все думают, это не моя проблема, это не моя проблема. А вот, допустим, все не любят... Ну, как много очень людей относятся к кавказцам не очень хорошо. А вот, допустим, на Кавказе, неважно, если у кого-то какая-то проблема, они сразу сплочаются вместе и решают как-то её взаимодействовать с властью, там, с чем угодно. Мы так не делаем. В... много национальностей. Классно, я вообще миролюбивый. Вот видите этого бородатого парня? Я тоже, на самом деле. Я посмотрел на вас, вы, кстати, можете себя снять просто для виду. Ну, потом... Я думаю, что мы, честно говоря, представители разных рас и культур. Мы тоже, почти. Судя вот по нашему там фенотипу, да. Я думаю, агрессия есть в любой национальности. Проблема не в этом. Семей не без урод. Истоки агрессии. Может, что-то не хватает россиянам? Ну, здесь надо знать хорошо историю уже русских. Откуда русские сами? Ну, вот конкретно сейчас, в наше время. Ну, это где-то, может быть, от безнадежности. Как бы от безосходности. Агрессия может быть от безосходности. На пустом месте она не возникает. Когда все хорошо, не будет агрессии. На пустом месте агрессия точно не возникает. Это все от состояния общества. То, что... Как человек себя чувствует в стране. Если он защищенный, агрессии не будет. Значит, он себя не чувствует незащищенным. Как ребенок маленький. Есть мама, папа, ему хорошо. Нет их, сразу закрывается. Так и люди. А лучшая защита, это что? Нападение. Вот вам и ответ, наверное. В российском обществе есть агрессия? Мы не слышали. Мы очень миролюбивые. Да, мы не обращаем внимания на агрессию. То есть у нас в России все друзья? Да. Ну, есть, конечно, быдло. Но что сделать? Ну, вот о чем оно, быдло-то? По какой причине? Воспитание, значит, такое. Злые на кого-то все время. Люди, которые, видимо, с низкой самооценкой. И какие-то у них проблемы уже в голове. Это слишком глубокие проблемы. Там очень много факторов на это влияет. И так не разобраться все прям сразу. Не ответить на вопрос. Ответь что-нибудь. Засвелее. Я не знаю. Почему агрессивные люди? Потому что нехватка денег. Америка виновата. Здесь опять Америка. Ну, вот что не хватает? Денег. Денег. Не знаю, мне всего хватает. Я не агрессивная. Ни к обществу, в целом, ни к каким-то людям в частности. Я думаю, это связано со внешней политикой и с пропагандой, которая связана со внешней политикой. И здесь тоже политики, да, виноваты? В общем, суть одна. Все сводится к одной, примерно, к одному центру. Да. Старший отвечает, да, всегда? Президент в данном случае. Ну, я думаю, что не обязательно конкретно президент, но он, в числе прочего, первоответственный. Это же у нас вертикаль. Нас-то, наверное, рано или поздно прихватят. А мы вас сдавать не будем, мы же не знаем про вас ничего. Ну, проходил кто-то мимо. Может, он вообще не из Питера или не из России. И последний вопрос, самый страшный. Скажите, за время правления Путина в вашей личной жизни произошло больше хорошего или плохого? Больше хорошего, конечно. Я думаю, Путин-то ни при чем, потому что, с одной стороны, я развелась, с другой стороны, у меня хорошая работа появилась, так что, не знаю, он не помешал. Ну, как-то, знаете, с политической точки зрения сложно судить о положении страны, но меня как бы не особо столько политической ситуации в стране волнует, наверное, сколько... Нет, ну, потом, был бы не Путин, был бы кто-то другой, и так бы росли цены на нефть. У нас бы все равно было хорошо и без Путина. Цены упали, хоть Путин, хоть не Путин, все равно у нас все плохо. Ну, какая разница? Плохо будет при всех, да? Ну, при таких ценах на нефть, да. Другое дело, что мы могли бы там сгоношить себе какие-нибудь супертехнологии, как Япония, или там просто какой-нибудь золотой запас обеспечить, чего не сделали. Ну, русские же все такие на обось надеются, что, может, она подрастет там неожиданно. А почему этого не сделали, вот как в Японии? Кто мешал? Лень. Не знаю. У меня нет ответа, честно, что он мешал. Моя мама считает, что Путин это лучший из президентов, поэтому без комментариев. А вы? Я считаю, что это как бы... Ну, зачем было надо закрывать границы? Давайте откроем их все-таки. Нет, я как и рыс, я как и... Владимир Владимирович, давайте откроем границы и дадим нам поесть продуктов из Испании. Хамон! Мне нравится хамон! Мне нравится хамон, мне нравится... Мне нравится хамон, мне нравится... Нет, я... Я как юрист Владимирович, в принципе, он юрист. Он для юриста, в принципе, много сделал, как бы, да, но... Он часто ошибается в юридической терминологии. Неважно, он как политик, он грамотный, как юрист, он для юриста тоже много сделал, и за это спасибо. Но если бы я была не юрист, я была бы, в принципе, не согласна с властью, но... тем не менее. Больше хорошего у вас произошло или плохого за вот эти 16 лет? Ну, я выросла за это время, у меня появилась квартира, машина, семья, дети. Ну, естественно, хорошего. Скорее всего, больше хорошего? Хорошего. Хорошего. Ну, я не делю свою жизнь в направлении каких-то отдельных личностей. В моей жизни все было и будет, и тут ни путь, ни дело. Дело в бараке обями. Я поддерживаю... Моя жизнь зависела только от меня, до этапа моего взросления, от моих родителей, но... Часто езжу по разным городам нашей страны, езжу по разным странам, и у нас уровень жизни за последнее время, я считаю, что повысился. Повысился реально. Путин так долго у власти, что у меня очень много всего всякого случалось, но в целом в последние 6-7 лет, конечно, вектор очень плохой. Очень плохо все. То есть все-таки влияет на вашу жизнь, да, правительство, президент? Да, на всех влияет. На вас не влияет? Влияет. В 90-е годы было лучше жить. Да, я тоже так считаю. После Ельцина, конечно, больше хорошего. Знаете, я, в принципе, не такая старая, поэтому у меня все хорошо, мне не с чем сравнивать, да. Да, не знаю, наверное, хорошего. Ну, не он напрямую к этому посодействовал, но он правит, ну, Путин крутой. А по-вашему оказывает какое-то влияние политики, президент на жизнь простых людей? Естественно, всегда. Мы смотрим на, в первую очередь, большая часть людей, естественно, смотрит на действия своего лидера. То есть, да, как лидер себя ведет, как он себя позиционирует. Соответственно, люди либо одобряют это, либо относятся к этому негативно. Соответственно, за последние 2 года мы видим, что поступки нашего правителя, они все-таки вызывают больше положительных. Понятно, что это не касается пенсии, зарплат, там, каким-то социальным слоям населения, но, по крайней мере, патриотизм у нас появился. Это тоже, в принципе, и на воспитание должно повлиять. Как минимум, да. Я скажу это слово, зарплату побольше госслужащим. Да не бойтесь, вы говорите, как есть. Да я даже не знаю, что сказать. Ну, вот как-то оказывает влияние, или вообще вы сами по себе, они сами по себе? Мы не можем быть сами по себе, потому что мы все живем в одной стране, все, не знаю, взаимосвязаны друг с другом, и поэтому и правительство от нас далеко не может находиться. И президент тоже, конечно, он вносит какой-то свой вклад в развитие нашей страны. Ну, особенно, что касательно отдыха, да, конечно, он подействовал на нас. Внес он большой вклад, да? Да, но ничего, ничего, его выбор, мы его поддерживаем. Конечно, оказывает политика, законы, все, что про реформы, которые проходят, конечно, влияют. Однозначно, потому что как руководят государством, как строят отношения в обществе, так это все и проявляется. Вот это как раз ответ, почему и агрессия. Потому что и наверху, я сомневаюсь, что там все гладко. Ну, пассивно, я думаю, да. Ну, он президент, мы его избираем, естественно, как бы. Если бы он был плохим, мы бы за него не голосовали, правильно? То есть хорошо, потому что у нас Путин. Ну, и это тоже. Хороший лидер. Безусловно, оказывает. Ну, то есть без, скажем так, определенного лидерства какого-то, ну, наверное, страна вообще, наверное, не имеет там ни направления, ни там, это такое разобщенное общество, про то, что только сейчас говорили. Ну, я могу сравнивать, допустим, что во время правления, там, Ельцина мне было стыдно за страну. Вот мне лично было стыдно. Сейчас не стыдно? Сейчас нет.